Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами Мегакол, мы продолжаем Ведьмака, и мы готовы перебираться на другую сторону призрачной мглы, потому что всё, что нам нужно сделать, это на самом деле не такое, что и большое количество заданий, находится именно там, нам нужно кое-что от Хенсельта, немного его биоматериалов найти где-то там рис, что-то мне подсказывает, что это не будет очень сложно, и что она уже Там нашла себе место, короче, удобное, и ждёт, когда мы за ней придём Это задание вообще уже выполнено просто, Саския надо, чтобы проснулась уже Тут осталась только королевская кровь, ну и что, доспех Верломца мы нашли, весь сет вряд ли соберу Так, Филипп сказал, будет помогать по пути, поэтому давай-ка Нам ещё по ходу дела надо собрать себе новенький серебряный меч какой-нибудь, любой, честно говоря, у которого урон будет в районе 30-40 Потому что моя гарпия, конечно, уже не вытягивает Давай, Филиппа веди Опять же не то, чтобы тут надо было что-то от меня, каких-то действий Просто потому, что Филиппа Делает молнии Главная проблема это вот это Здорово, Гир, может убить его руками? Мне с него материал просто нужен, один Для брони, так сказать Почему я, что, я, ну я же не был Опа Тактика сработала, пошёл к чёрту Давай я заберусь у тебя просто Там что-то, кусок доспеха или что-то типа того Часть панци... часть панциря А мне там надо, по-моему, там часть... а может это часть панциря, кстати? О, невероятно Лишним не будет И однако, глядя, несмотря на то, что серебряный меч уже не такой мощный Драгира я снес очень даже легко Что ты будешь делать? Я с тобой адраться не буду Ты мне уже точно не нужен Домой Всё Возвращаемся Точнее, не возвращаемся, а входим Так О, ты со мной Дальше я не пойду А А Если Дэдмальд почувствует моё присутствие Как мне вернуться в Верген? Я подожду тебя где-нибудь здесь Поторопись То есть, сходи сюда, это одноразовая акция Понимаю, приказ Шиллярда Фитц Эстерль Эстерлен Господи, что ж с именами-то у вас здесь Появлению его императорского величества приказываю Немедленно схватить чародейку Трис Меригольд, прибывающую на территорию Верхнего Айдирна Чародейка должна быть доставлена ко мне живой и втайне С её головы не должен упасть ни один волос Ну, то, что ни один волос, это, конечно, правильно, да Это я согласен Разыскивается это я, судя по всему Ну, вон Йорвит есть Это кто? Это Саски? Это не может быть, Саски Это кто-то другой Саски? Я знал Холера, я знал, что это ты Когда во мгле что-то зашевелилось, я так ребятам и сказал Это Геральт из Ривии, не будь я верно нам Роше О, а это твой приятель? Я его только что нашёл, он был уже мёртв Интересно, костюм похож на Вергенский Он почти прошёл через мглу Так что ты здесь забыл? Где-то здесь должна быть Трис Всё ищешь свою чародейку Если бы она тут появилась, я бы об этом знал Она должна быть где-то здесь Её следы почувствовала Филиппа Эйльхард Я вижу, ты перезнакомился со всей ложей Их ты тоже бросишь, когда припечёт? Ты сделал свой выбор Ты сбежал с эльфами, а Бьянка едва не погибла у этого выродка Лореда Что с Бьянкой? С ней всё в порядке? А твоё какое дело? Мы все могли там сгинуть, пока ты строил из себя белку Я не твой солдат, Роше Я тебя не предавал Я этого и не говорил Но подумал Ты и твои люди против всего мира Значит, смерть Фольтеста тебя больше не интересует Убийца похитил Трис, если помнишь Помоги мне найти её, я обещаю Я сдержу слово, которое дал в подземельях лавалетов Не знаю, зачем я это делаю Ну ладно Если Трис действительно в лагере Она может быть только в одном месте На тылах возле берега встали нильфгардцы Туда никого не пускают Ты можешь пробраться через лагерь или пройти через пещеры Про ворота забудь Вход в пещеры закрыт палаткой маркетанток Барышни собрались ходить этим путём к графьям и рыцарям Но оказалось, что в пещерах живут чудовища Если и девки, и чудовища тебя уже достали На востоке есть тропинка, которая ведёт к реке Там солдатская столовая Оттуда придётся тайком пробираться через весь лагерь Спасибо, Роше Будешь должен Кэдвинский лагерь А это кто? Это накеры бегают здесь у вас? Гнильцы Я смотрю, у вас тут всё великолепно, Роше Прям Мир С трупоядами-то просто Поле Это что? Да что ты будешь делать? Нужно сжечь чтела Зачем? Представим, что понадобится Могла Я так просто смотрю, вдруг там Есть какие-нибудь особые места Сжечь чтела можно, может быть, чтобы Типа, трупоядов избавиться Бесит дождь Так, ну с вами всё понятно Прошу, прошу, ведьмак Девочки, готовьтесь Чего желает достойный кавалер Мне нужно поговорить Можно и поговорить Но стоить это будет столько же, сколько потрахаться Идёт Ну давай, спрашивай Так что тебя интересует? Мне надо пробраться в лагерь Тайно Это будет стоить больше Чем потрахаться Ты больная? Ну типа, это не сработает Но больше сотки не дам Сам разберусь Мне надо пробраться в лагерь Тайно Так что тебя интересует? Что интересного в лагере? Солдатня срёт в портки перед битвой И на последние деньги хлещет водяру Нет, чтоб дать заработать порядочным шлюхам Это тебе, наверное, не интересно Значит, в бой не рвутся Может, сперва и рвались Но чем мы дольше тут торчим, тем меньше у них запала Воевать оно же как трахаться Если на одно стоит, так и на другое встанет И правда Не, слушай, ну типа, там около 600 Ей надо платить То есть, подкуп Подкуп каких-то просто неадекватных масштабов А это что такое? Подземелья старой башни Нужен ключ Ну, допустим А ты не хочешь мне ещё раз сказать-то? Прошу, прошу, чего же И опять надо Понятно Два вопроса задал Это лагерь Роше, да? Да Логично Немного обокрасть Роше Я не думаю, что он будет против А то нет денег Печально Так, у нас, короче, вариантов-то не то, чтобы много получается Блин, меня Давай, короче, где-нибудь в лагере Роше Переждём дня Чтобы погода была не такой отвратительной Потому что Видимость никакая И дождь, в принципе, раздражает Здесь нельзя ждать Печально А где можно? Вот здесь вот на этом На дожде Не, нельзя Забавно Так, хорошо С Трис Понятно А если Хенсельд То взять немного крови у Хенсельда просто Так, ну в таком случае Мы идём, как бы, за Трис И Я так понимаю Пути два Это либо через пещеры Через монстров Либо по стелсу через лагерь Но чтобы пойти через пещеры Через монстров Надо заплатить этой дури Потому что Они ходят по этим пещерам Но заплатить ей надо столько Что Как бы лучше я Пройду скрытно Потому что ценник Ненормальный в неё Даже Трис За то, чтобы просто пройти Это не ок Геральт Может быть мы будем Бить Ну вот Нам всё Да А или вот это и есть тоннель Который ведёт К лагерю Ну, наверное Я через этот тоннель Как раз выйду Короче Да всё равно Придётся скрытно Идти В любом случае Потому что Рано или поздно Ты выходишь Круто Если б не У днобы Собирайся Пока сотник не увидел Вовремя у вас Бухич, ребят Не представляете Собирайся Бесконечность, что ли? Бесконечность, что ли? Да не ори ты, господи Бывает и такое Они просто резко вышли Из этой двери Неплохо Мне понравилось Так, ну тут надо Я не знаю Я могу этого придурка Который орёт Просто вырубить по лицу Ну потому что Эти сейчас начнут выходить Но это да Он орёт Они просто Придут И будет неприятно Как он меня заметил Вообще, кстати А Не убивай меня Сударь Пожалуйста Я тут Тихо Ты слишком Нет Поперли Ванда идиотов Все пропадём в этом патруле Говорю вам И всё из-за вас Не наша вина И сюда нет На, Геральт Ку-ку Это просто не лагерь Неливгарсов Вот в чём проблема Ну да А вот Теперь добро пожаловать В пещеры С чудовищами Так Я сейчас явно иду не туда Но это Любопытство Как известно Любопытство убивает Но не ведьмаков Крупный гнилес Хоть гигантский Мы, ребята Давно не проблема Угу Не, слушай Серебряный меч Можно, мне кажется Не менять Ну, типа Я поменяю Просто, чтобы Вот такие вещи Решались Ещё быстрее А сундук Просто сундук Ну вот Ну, в общем и целом Никаких проблем По сути нет То есть у меня сейчас Сколько кинжал? 19-33 По-моему Что-то около того Что-то не очень сильное Так или иначе Вон гнильцы Отъезжают Только так Подожди Это вход Секундочку Мы тут вошли, да? Надо тогда в другую Развилку сходить Я подумал Что это какой-то Что это я дальше пошёл А так-то нет Давай вот сюда Тут потенциально Может лежать что-то Очень полезное Ну, конечно Не крафт материала Нет, крафт материала Конечно, круто Но Ой Ну, допустим Серьёзно? Серьёзно? Настолько легко Что-то со мной не так Какой-то По-моему Я слишком сильный Нет такого ощущения Не знаю То ли это такие эффекты С прокачки Мечника Но Это по сути Нет В принципе Наверное Действительно В некотором плане Я, может быть На данном уже этапе Слишком Металя Я возьму Даже если это мусор Может быть Я слишком прокачан Но Ну, потому что Как бы изначально Баланс Строится из того Что мы По какой-то Непонятной Мистической причине Не можем прокачать Даже половину Всех навыков Которые есть В прокачке Персонажа Так просто Адекватным Мне кажется Неадекватным Делать такую Систему прокачки Как есть здесь Просто потому что Ну, это странно Ну, правда Я Я нигде Такое не видел Есть что-то Похоже В Деус-эксе В Хьюман Революшене Преимущественно То есть Ты Ну, ты там тоже Не можешь прокачать Полностью Дженсона За одно Прохождение И в любом случае У тебя постоянно Перед тобой Стоит какой-то Выбор И выбор Этот Он как бы Скажем так У него У него есть Как правило Просто Разделение На стиле То есть Либо ты Всех убиваешь Перестреливаешь Либо ты По стелсу Разбираешься Со всеми проблемами Либо ты Договариваешься С людьми То есть Там тоже Есть такая История Интересная И поэтому Там надо Там да Там надо Выбирать Там нет такого Что ты к концу Будешь Убер монстром Который убивает Все с помощью Всех способностей Но Все равно Там способности Слишком разные Для того Чтобы давать Все А тут Есть просто Три направления И если пытаться Как-то равномерно Их прокачивать То ты не прокачаешь Даже и 10% От каждой Ну поэтому Это просто Изначально Странно Вот Это просто Очень и очень Странно Думали я не замечу Грабли и арены Скажем так Деус Экс Это немного Другое РПГ Нежели чем Ведьмак Вот и все Что тут такое Большое Так подожди Эти инструменты Они складываются В мусор Это дополнительное Оружие Понимаю Она гарблива И вовсе Лучше не наступать Я понял Ой Голем Привет красавчик А ты Это У меня молний Тут нету Сейчас В помощниках Было бы неплохо В первый раз Ты был посильнее Вот что я тебе скажу Сейф с деньгами Раз Всякая броня Арены С голема Можно забрать Трофей Камень Стихий У меня в принципе Есть место Давай мечи Вот эти заберем Какого нибудь Торговца Найдем Продадим Этим надо торговать Это надо продавать Потому что Она лежит здесь Тоже не просто так Я этим не пользуюсь Но Что касается Продажи Тут надо Вот реально Хоть свой бизнес Открывать Прям зарабатывать Всеми возможными Способами Вертеться Не то что Как белка В колесе А вот Как спиннеры Помните спиннеры Вот так вот Надо вертеться Чтобы тут зарабатывать Ой Эфгер Нордлинг Куда ты собрался? К послу Со всеми этими железяками За спиной? Ты не видел поблизости Рыжеволосую чародейку? Ты, видно, не понял Моего намека Нордлинг Сдавай оружие Я не ищу Неприятностей Шиллерд Фитц Эстерлен Ждет Матнера Равновак Этмет Геральт Я надеялся Что мы больше не увидимся Мы схватили его Когда он крался Через лагерь Ваше превосходительство Оружие отобрали Эстер Гарримнит Вы говорили Фольтесту Что хотите вернуться К охоте на чудовища Трис Мерригольд Похитили Чародейку? Советницу Фольтеста? Я слышал Что она в Вергене Я надеялся Что нам удастся Встретиться Но если ее похитили Я понимаю Почему вы не можете Просто отойти в тень Госпожа Мерригольд Не единственная Тому причина Мне доложили Что вы заключили Союз Со Скоэтоэлеми С Йорвитом Это правда? Более-менее Вы слышали о резне В ущелье Гидры? Короли Севера Потребовали от империи Выдать военных преступников Из бригады В Рихерт Йорвит был в числе Приговоренных 13 сентября 69-го года Ущелье Гидры По условиям Центрийского мира Здесь были казнены 53 офицера Бригады Врихет Им перерезли горло Тела эльфов Сбросили в пропасть Не знаю, зачем сюда пришли Всадники охоты 23 ноября 69-го года Центра Деревня Холодный Ключ Следующая жертва Дикой охоты Мальчик 11 лет Его родители Утратили надежду Я устал 24 февраля 70-го года Перевал в горах Армуш Императорская Монтикора Одно из самых опасных Чудищ мира Раньше я был бы счастлив Такой встрече Теперь тварь была Лишь преградой На моем пути Но ее мясо И горячая кровь Помогли мне выжить 30 мая 70-го года Яруга Охота стремится на юг Всадники похитили Уже 23 человека Всем от 10 до 20 лет Всем кроме Йеннифер Забавно Скайтаэли считает Что император их предал В то время как Резня в ущелье Гидры Была устроена По требованию Властителей Севера Вы хорошо себя чувствуете? Замечательно Мне очень жаль Что я не могу Уделить вам больше времени Мне предстоит Долгая дорога В Лок-Муине Советы Капитул ждут А Трис Меригольд Как всегда Появится в последнюю минуту В смысле? Фигурка Нужно носить ее при себе Что это значит? Я хотел бы вам Кое-кого представить Это Ван Гемар Мой личный чародей Он почувствовал Что Трис приближается К нашему лагерю Правда Немного не в той компании Прежде чем вы умрете Геральт? Не могли бы вы объяснить Каким образом Эта фигурка Попала к вам? Что вы сделали с Трис? Ей ничего не будет Геральт Она не слышит Не видит И не чувствует Но живет Трис поможет нам Покарать изменницу империи Я не знаю Убили вы Тарвика Или нашли его мертвым Это не важно Я предпочел бы Не отправлять На смерть того Кого одарил Милостью сам император Но к моему Величайшему сожалению У меня нет выбора Ван Гемар Когда вы с ним Закончите Передай Центе И мои поздравления Обвести Филиппу Эльхард Вокруг пальца Большое искусство Прощайте Мастер Геральт Здесь хорошее место Ты готов Геральт Из Ривии А пошел ты Твои слова Уже ничего Не значат Твои слова Рошет царь Да убил Убил Угу Ммм Квен Точнее Магическая аналогия Квену Не-не-не Мне нужен маг Да что ж ты Геральт Да-да-да Телепортируйся Так а ты Бей меня Как в старые добрые времена Сто лет не валил Нильфов Я знал Что ты Вляпаешься В неприятности Ты как всегда Очень вовремя Трису Шиллинда Ее забирают В Лок Муини Кажется я понял Расклад Посол Шиллирд Крадет бывшую советницу Фольтеста Это скверно пахнет Геральт Похоже Нильфгардцы Тоже хотят Поприсутствовать При возрождении Капитула Что будет В Лок Муини Не знаю Нечто такое Чего я и предположить Не могу Шиала Обнаружила Где скрывались Убийцы Это недалеко Отсюда В ущелье Детмальт Отправил туда Своих людей Но убийца Фольтеста Бежал Его прикрывали Двое других Ведьмаков Одного Взяли живым Под пыткой Он показал Что наш здоровяк Собрался В Лок Муини Маги Хотят Восстановить Совет И Капитул Раньше Они представляли Всех чародеев И чародеек Севера Там же Должен появиться Король Родовид Владыка Редании А поскольку Лок Муини Лежит в Каидвене Наверняка Прибудет Хенсельд Но делегация Нильфгарда Это уж Слишком Трис Нильфгард Родовид Банда магов Убийца Королей Слишком Много медведей В одной берлоге У меня Здесь еще Остались дела Я должен Повидаться С Хенсельд Зачем? Мне нужно Немного Крови Хенсельда Кто-то Подмешал Яд В вино Саскии А его кровь Один из ингредиентов Для противоядия И что И что с того? Саския Атаманша Бунтовщиков Простая девка Она себе Жопу Рыцарской Честью Вытирает Сказал Вернон Роше Князь Крови Наследник Трона Тимерии Ладно Ладно Хватит Ядрись Оно Все Не пришлось Бо мне Об этом Пожалеть Хенсельд Должен быть В своем Шатре Я отвлеку Внимание Стражников Но потом Рассчитывай Только на себя Я у тебя В долгу Это уже Даже не смешно Геральт Ну что Ты готов? Дай мне время Я обыщу Ладир Шиллерда Поторопись Тут могут быть Вещи полезные Первое письмо Например Которая Гласит Что Его Императорскому Величеству Императору Нильфгарда МГрувар Эмрейсу Лично в руки Ваше Императорское Величество Спешу Доложить Что Чародей Венгемар Оказался Человеком Достойным Он Держит Свою Ученицу Цинтию На Коротком Поводке И Вместе С тем Не проявляя Чрезмерных Амбиций Мне Кажется Что Его Преданность Не следует Подвергать Сомнению А его Способности Более чем Отвечают Целям Вашего Императорского Величества Последней Проверкой Станут Переговоры Посмотрим Как он Себя Поведет И проявит Ли большую Стойкость К соблазнам Чем Чародейки Передаю Нижайший Поклон Вашей Августейшей Супруге Преданный Слуга Вашего Императорского Величества Шиллерд Фитц Эстерлен Цинтия Значит Нам Цинтия Я запомню Мы перегружены Но это Стоило ожидать Песня охоты Это песня Логично Логично Цинтия Значит Надо вернуться Верген С такой-то Информацией Легендарная Вещь Вообще Легендарнейшая Я бы сказал Набрал Говна Но Ничего Мы это все Продадим Надо просто Медленно Переставать Набирать Говна Ничего Сейчас мы с Хенсельтом Поговорим А там потом Окмуина А второй меч Мы предпочитаем Что Не носить На себе Спасибо Геральт Геральт Это вся охрана Это не вся охрана Роше Другого способа Пробраться Внутрь Нет А Логично Тут невозможно Ну потому что Роше Извиняюсь Ты как себе Представляешь Я по-другому Попаду туда Потрясающе Я просто пройду Вот здесь Каким Таким Образум Он меня заметил Ладно В смысле В смысле Он меня заметил Что Это который Получается Что Ох они Пожалеют Сучьи дети Рен знает Это было супер странно Типа я хочу Там пройти Мне кажется Это очень даже Адекватное Такое решение Ну да Сейчас Я не знаю Что это было Это было очень странно Короче Проблема Это в чем Проблема в том Что в шатер Можно попасть С другой стороны Хотите сказать Надо их Чем нибудь Занять Надо их Чем нибудь Занять Да Не спорю Какой стороной Они поедут Идите Да Надо было Изначально Идти Но я не понимаю Зачем этих Отвлекать Если я все равно Иду По правой стороне Они бы так и так Меня не заметили Янсельд Кто ты? Ты пришел Меня убить? Я пришел За твоей кровью Ты пришел Ко мне Как вор И хочешь Моей крови? Попробуй Ее взять Спокойно Ваше величество Мне нужна Только капля Кто ты? Я тот Я тот Кто держит Меч У твоего горла Твое величество Зачем тебе Моя кровь? Саския Дева Айдирна Была отравлена Королевская кровь Нужна для противоядия Что за бред И бабкины сказки? Деве захотелось Королевской крови Пусть кусает В жопу Принца Стенниса Наследника Айдирна Слушай Твое величество Или ты отдашь Мне немного крови Добровольно Или я сам Вскрою тебе жилы Я предпочитаю Первое Впрочем Так будет лучше Для нас обоих Если я сам Пущу тебе кровь Мне придется Снова продираться Через весь лагерь Кто знает Вдруг какому-нибудь солдату Посчастливится Меня убить От души тебе этого желаю Кошачья морда И тогда Призрачная мгла Будет висеть на границе До тех пор Пока твоим рыцарям Не расхочется Играть в войну Ты о чем? Ты что знаешь Как снять туман? Знаю Ты получишь мою кровь Но обещай Что разгонишь мглу Вот тебе мое слово Король Кошка 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 Помни о нашем уговоре. Мои люди выведут тебя из лагеря. Я не хочу, чтобы кому-нибудь из солдат посчастливилось тебя убить. Скажи мне только, как ты прошел сквозь туман? Я ведьмак. Значит, мне нужна армия гребанных ведьмаков. Атаковых не имеется. Так что, обломись. Все, на этой стороне этап задания, да. Этап задания прошел к концу, это правда. Теперь надо к Филиппе. Вообще, хотелось бы мне обратно, потому что есть... Инфа. Которую хотелось бы мне рассказать. Филиппе, я не знаю, почему я пошел не в ту сторону. Ну вот, а инфы много. Так, а Филиппа, она... Вот и ты. Где Трис? Нильфгаардцы забрали ее с собой в Лок-Муине. Что? На нее наложили какое-то заклятие и превратили в фигурку. Артефактная компрессия. У них должен быть сильный маг. Он у них был. Без него Шиллерд не сумеет ее расколдовать. Но в Лок-Муине не найдутся умелые чародеи. Это не все. Они взяли Трис с помощью Цинтии. Что? Она обманывала тебя. Возвращаемся в Верген. Немедленно. Немедленно. Не спорю. Да ты свердишь. Да отвали. Спасибо за помощь убить други... Призрака. Други. А вот невезуха. Давай, Филиппо, быстрее. Переходы. А нам еще магию кастовать на это место. Я, кстати, не знаю, почему мы не можем, особенно сейчас, пока Саския... Отравлено просто взять ее меч, который нам необходим для того, чтобы снять мглу. То есть мне не нужна... Мне Саския нужна для другого дела. Ну, просто, чтобы она была жива, как минимум. И чтобы мы могли нормально защищать Верген. Но... Если говорить именно с точки зрения, вот, мглы, то мне нужно бурое знамя и меч Саския. Там, правда, есть еще, типа, ингредиенты. Ингредиенты, артефакты. Вот, но о них я пока что ничего не знаю, и мы ими вроде как... Ну, есть, мы с ними ничего не делаем. Филиппа сказала, что сама с этим разберется. На меня... На мне было знамя бурой хоругви и меч. Меч находится у Саския. Знамя я нашел. Возьмите меч Саския. И давайте разберемся с Амглой, нет? Хотя, если мы разберемся с Амглой, тогда, конечно, будет... Нападение прям моментальное. Даже не знаю. Неочевидно. Мне надо продать многие вещи. Купец, иди сюда. Таинственный торговец. Так. Смотри. Все твое. Все твое. Все твое. Плохо. Сейчас надо будет посмотреть. Так, мутагена даже можно продать. За нормальную такую цену. Твое, твое, твое. Великолепно. Полторы тысячи, кстати говоря. С этим даже можно работать. Ну-ка, секунду. Ничего не появилось. Я хотел еще проверить такую прекрасную вещь, как трофей. На мне сейчас находится трофей уткового, который дает просто 8 брони. Есть элементарь, которая здоровья плюс 15, дополнительный урон от знаков плюс 5. Ну не, а броня плюс 8 посильнее будет. Зараза. Как я была глупа. Смотри, смотри, ведьмак. Нильфгардская дешевка обманула Филиппу Эльхард. Я ее найду. А потом мы потешимся так, как никогда прежде. Она пожалеет, что ее мать не сделала аборт. Мы остались без розы памяти. Не обязательно. Эта змея Цинтия так спешила, что бросила все свои безделушки. А среди них так и есть. Среди них роза памяти Трис Мерригольд. Время идет, Геральт. Цветок скоро завянет. Тогда чего мы ждем? Ты хотел поговорить? Теперь дело за тобой. Все ингредиенты для Саски у меня есть. Тогда приступим. Скэта Эли, отойдите. Эли, отойдите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ты помнишь, что произошло? Меня отравили Яд Сколько времени прошло? Что с битвой? Солдаты! Хенсальд! Тихо, тихо Еще успеешь выиграть свою битву? Пойду объявлю, что ты вернулась в мир живых Тебе я обязана жизнью? И Филиппе Спасибо, Геральт Я отблагодарю тебя, даю слово Вы сняли проклятие? Нет, но почти все готово Похоже, нам будет нужен меч Вандергрифта Так взял бы его? Для меня это просто кусок железа Скейтейли не допускали к тебе никого, кроме Филиппы Но даже ей Они не дали бы твой славный меч Скоро попробую снять проклятие Так поговорили бы с Йорветом Дебильная причина, но ладно Хотел бы я сказать, что делаю это для тебя Или ради идеи Но дело в другом Все проще Один эльф предсказал, что в этом бою ко мне вернется память Не думала, что ты веришь предсказаниям Я не верю Но вдруг получится И потом, если моя амнезия это следствие чар То предсказание вполне осмысленно Когда я сниму проклятие Над полем боя прокатится волна чистой, неконтролируемой силы Которой будет нужен выход А затем возникнет сильное поле антимагии Последствия пребывания в таких условиях предсказать сложно Но что-то обязательно должно произойти Кроме того, мне больше ничего не остается Удачи, ведьмак Мы будем ждать Две двести пятьдесят А, памятные предметы два Круто, очень А где два остальных ты искай? Филиппа, стояй Ты хотел поговорить? А, вот Ну да, мы готовы снять проклятие Потому что Что с эльфом на фоне, господи Мы готовы Потому что, да Потому что, я говорю Остальные Филиппа сказала Разберется сама Так Секундочку У нас тут Немного заданий Опять насыпало Многие выполнились Отлично У меня там уровня Три или четыре Сейчас, наверное У меня все знаки прокачаны Уже, скорее всего Так, Филиппа Да, все Только это остается Но Но Мы пойдем отдохнем Я попробую скрафтить Серебряный меч Сейчас Да, три уровня Считай даже Почти четыре Практически Двадцать седьмой Поехали Давай тут добьем Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Идеально А нет Вот этого вот У меня вроде нет Так Что я хочу Ловушки Знак Ирден Соединяются Повышает здоровье На пятьдесят И так И так Критического эффекта Знаков Шанс Знак Ирден Три Ирден Соединяется Между собой Полученные символы Наносят врагам урон Пять единиц В секунду Позволяет Очаровывать Аксием До трех Противников Энергия Плюс Два Сила Знаков Плюс Два Снижение Урона Плюс Пять И да Не хватает Одного Обидно Квен Отражает урон Обращаем На несколько Целей Число От поражаемых Целей Три Да Так И акси Или арт Арт Все тут Остается только акси Давай что нибудь Вставим вот сюда Вот сюда Какой нибудь Мутаген Магии Что нибудь Типа Длительность Знака Дальность Знака Дополнительный урон От знаков Дополнительный урон От арда Игни Не то чтобы Я ими прям пользуюсь Да Вот я тогда Наверное Прокачаю Знаете как И тогда скорее всего На следующем У нас будет Три Я наверное Прокачаю Тогда вот этот Может быть Может быть Затрону вот этот Ну ладно Сейчас подумаем Еще Так Ожидаем До Полудня Потому что У нас Видите ли Так работают Местные торговцы И пошли За мечом А вот интересно Призраки К примеру Дождя Боятся Так Ну Серебряный меч Вероломца 35-45 Проблема в том Что я его Не сделаю Так А панцирь Что у нас Ресурсом Крепкая Сукна Допустим Клепаная кожа Допустим Да Часть панциря Другера Есть Ну типа Можно купить Но я не сделаю Клепаная кожа Очень Очень много Нужно Для этого Это серебряный меч Но серебряный меч Я тоже могу Не сделать Потому что Серебряная руда Вот только Из-за серебряной руды Ее Купить в таких Количествах Невозможно Найти Ну Как видите Тоже не особо Получается Может быть Какой-то другой У тебя есть Серебряный Может быть Я изначально Могу сделать Какой-нибудь Другой Серебряный Какие могу Серебряные Сделать 10-17 Крепкий Серебряный меч 12-17 Отличный 17-25 Цветатация 20-25 Серебряный меч С метеоритной рудой 18-24 Проблема с этим Да Ну Я просто Кожи столько Не сделаю Типа Масло Допустим Да Там Масло Я еще могу Скрафтить Я понимаю Как Ну У меня Изначально Кожи Не так Много Опять же Скрафтить Я смогу Сколько Пять Крепкая Сукнута Делается Фигня Вообще Вопрос Но Что касается Клепаной Кожи Это Гемор С другой Стороны Можно попробовать Да Но Мне не будет Денег Сейчас Потому что Если Куплю себе Рецепт Панциря Вероомца Зараза Может я просто Что-нибудь Куплю Типа Доспехи Чешуи Дракон Но Они не лучше Чем мое Оно Стоит 3600 Но Оно Блин У меня Лучше Прям Проблема Глобальная Какая-то Вот Сребряная Руда У него Есть В количестве Трех Штук Даже Не знаю 1564 У меня Не будет Денег 18 Клепаной Кожи Но я же Не сделаю Давай Попробуем Просто Даже Не то Что Попробуем Я Просто Начну Крафтить Если У меня Внезапно Появится Как бы Ну Возможность Так Давай Масло Если Я все Это Сделаю То Можно Будет Купить Рецепт Потому что Я По-другому Не Вижу Смысл Тратить Столько Денег За раз Я Масло Сколько Могу Прям Вот Сделаю Кожа Видишь Эти Уроды Они Ничего Не Продают То Есть Тут Исключительно Не Продают Нет У него Кожи Ни Одной У него Серебряная Руда Железная Руда Что Это Вообще Поэтому Давай Обычная Кожа Вот мне Кстати Сейчас Масла Банально Не хватит Опять Типа Обычная Кожа Поехали Раз Два Все Больше Сделать Не могу Смотрим Дальше Едем Вниз Потому что Там Находится Укрепленная Которая Нужна Для Клепанной Раз Два Три Все Поднимаемся Наверх Клепанная Кожа Где она Вот она Раз Офигенно Очень Круто Ребят Сделал Просто Убийцу Только Что Ну Вот Видишь Ладно Фигня Это Слуга Покорный Но серебряный Меч Все еще Надо Где-нибудь Достать Продаешь Просто Серебряные Мечи Какие-то Мечи У него Есть У него Есть Крепкий Серебряный Меч С голубой Метеоритной Рудой 29 33 30 34 Но это Зереканская Сабля Это не серебряный А, нет серебряный Эти два серебряных За косарь Не знаю Ладно Слушай, ну в таком случае Нам получается Остается только Снимать проклятие Это будет Не просто У тебя может быть Что-то есть Тит У тебя всегда Что-то было Давай Удиви меня Красный Стальной 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 Ну да И соответственно Тоже Ничего Господи Ладно Действительно Короче Да Вечный бой Будем снимать проклятие В следующей серии А на этом пока что закончим Так что если вам понравилось это видео Поставьте лайк Прокомментируйте И подпишитесь А мы увидимся в следующей серии Всем удачи И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok